Как Мишук шел по следу Зимой все медведи крепко спят. Вот и мама-медведица с медвежатами Храпят, похрапывают в своей берлоге. Только медвежонку Мишуку не спится. Зевнул, потянулся и стал будить остальных. Вставайте, Сони! Но никто даже не шелохнулся. Тогда Мишук пробрался к выходу, Высунул голову из берлоги и... Даже пасть открыл от удивления. Кругом все было белое-белое. Не иначе, как пух с одуванчика вздуло, Решил Мишук. И потрогал пушистые лапы, а потом лизнул. Холодное, значит, не пух. Но на нем можно неплохо кувыркаться, Рассудил Мишук. Он был очень рассудительный медвежонок. Кувырнулся Мишук один раз, Кувырнулся второй, третий, И все ему было мало. Наконец он остановился, Отдышался и рассудил так. А ведь куда веселее кувыркаться вдвоем, Пойду-ка я поищу кого-нибудь. Бежит Мишук и рассуждает про себя. А ведь в лесу очень легко заблудиться. Надо мне как следует запомнить дорогу домой. Оглянулся назад и видит, Там, где он только что пробежал, Остались на белой пушистости ямки следы. Побежал Мишук дальше, А следы за ним шаг в шаг. Вот здорово! Обрадовался Мишук. Теперь я могу пойти куда угодно. Мои следы всегда приведут меня домой. И он пустился в припрыжку, Искать кого-нибудь, С кем можно было бы кувыркаться. Под разлапистой елью Он вдруг увидел следы. И он рассудил так. Должно быть, это чужие следы. Они тоже бежали за кем-то. И если я пойду по этим следам, То найду его, И мы будем кувыркаться вместе. Чужие следы повели Медвежонка Мимо куста можжевельника На опушку леса Прямо к чьей-то норе. Мишук с разгона сунулся туда головой. Вр-р-р-р заворчали в норе, И оттуда высунулась лиса. Ты почему ворвался без спроса В мою квартиру? Я... мне... Я ищу кого-нибудь, Чтобы кувыркаться вместе. Некогда мне кувыркаться, Проворчала недовольна лиса. Я ощипываю курицу. И она скрылась в норе, Приуныл Мишук, Повесил голову низко-низко, И чуть было не ткнулся Носом в новые следы. Повели следы Мишука Мимо зарослей колкого терна, Мимо поваленного дуба, И привели прямо в чью-то нору. Ау! — позвал Мишук. Есть кто-нибудь? Клац-щелк! — раздалось в глубине. Из норы выглянула Выглянула зубастая, Клыкастая волчья пасть. Кто посмел? Кто отважился? Хрипло зарычал волк. Кто забыл, Что днем я отдыхаю, После ночной охоты? Но Мишук давно уже Кувырем катился Прочь, Подальше от свирепого волка. Он докатился До лесной поляны, Выбрался из снега, Отряхнулся И зашагал По совсем новым следам. Следы привели Мишука На лесное озеро. Разогнался медвежонок, Заскользил по льду И... Бум! Стукнулся головой о сосну, Что росла на берегу озера. Закачалась сосна, Посыпался снег с ветвей. Выглянула из дупла белка. Ой, чуть орехом не подавилась. Кто сосну качнул? Я... Робко сказал Мишук. А ты не пойдешь Скувыркаться со мной? Нет, я обедаю И прошу мне не мешать. И беличий хвост Мелькнул в дупле. Ну и пусть, Решил Мишук. А я все равно буду кувыркаться. Но кувыркаться одному Очень скучно. И Мишуку захотелось домой. Оглянулся назад. Беда. Перепутались все следы. Не разберешь, где медвежьи, Где волчи, Где лисьи И где беличьи. Кружит, Петляет Мишук по лесу. И следы за ним шаг в шаг. Но какой от них теперь толк? Только путаница одна. И вдруг... Что-то треснуло, Хрустнуло у Мишука под лапами, Покачнулось. И медвежонок провалился Куда-то вниз, Прямо в свою берлогу. Где храпели, похрапывали Мама-медведица с медвежатами. Забрался Мишук к маме-медведице Под бочок И уснул крепко, Сладко, Как положено зимой Спать медведям. Максим Горький Русская сказка Про Иванушку-дурачка Жил-был Иванушка-дурачок, Собою красавец. А что не сделает, Все у него смешно выходит, Не так, как у людей. Нанял его в работники один мужик, А сам с женой собрался в город. Жена говорит Иванушке, Останься ты с детьми, Гляди за ними, накорми их. А чем? Спрашивает Иванушка. Возьми воды, муки, картошки, Покроши да свари, Будет похлебка. Мужик приказывает, Дверь стереги, Чтобы дети в лес не убежали. Уехал мужик с женой, Иванушка разбудил детей, Стащил их на пол, Сам сел сзади них и говорит, Ну, вот, я гляжу за вами. Посидели дети некоторое время на полу, Запросили есть. Иванушка втащил в избу катку воды, Насыпал в нее полмешка муки, Меру картошки, Разболтал все коромыслом И думает вслух, А кого крошить надо? Услыхали дети, Испугались. Ой, пожалуй, нас искрошит. Он, Он, пожалуй, нас искрошит. И тихонько убежали вон из избы. Иванушка посмотрел вслед им, Почесал затылок, Соображает. Как же я теперь глядеть за ними буду? Да еще дверь надо стеречь, Чтобы она не убежала. Заглянул в кадушку и говорит, Борись, похлебка, А я пойду за детьми глядеть. Снял дверь с петель, Взвалил ее на плечи себе И пошел в лес. Вдруг навстречу ему медведь шагает, Удивился, Рычит. Эй, Ты зачем дерево в лес несешь? Рассказал ему Иванушка, Что с ним случилось. Медведь сел на задние лапы И хохочет. Ха-ха, Эк, и ты дурачок! Вот я тебя съем за это! А Иванушка говорит, Ты лучше детей съешь, Чтоб они в другой раз Отца матери слушались, В лес не бегали. Медведь еще сильней смеется, Так и катается по земле со смеху. Никогда такого глупого не видел. Пойдем, Я тебе жене своей покажу. Повел его к себе в берлогу. Иванушка идет, Дверью за сосны задевает. Да брось ты ее, Говорит медведь. Нет, Я своему слову уверен, Обещал сберечь, Так уж устерегу. Пришли в берлогу, Медведь говорит жене. Гляди, Маша, Какого я тебе дурачка привел, Смехота! А Иванушка спрашивает медведицу, Тетя, Не видала ребятишек? Мои? Дома спят, Говорит медведица. Ну-ка, покажи мне, Не мои ли это? Показала ему медведица Трех медвежат. Он говорит, Не эти, У меня двое было. Тут и медведица видит, Что он глупенький, Тоже смеется. Да ведь у тебя Человечьи дети были. Ну да, Сказал Иванушка. Разберешь их? Маленьких-то, Какие чьи? Вот забавный, Удивилась медведица. Михаил Апотапыч, Не станем его есть, Пусть он у нас В работниках живет. Ладно, Согласился медведь, Он хоть и человек, Да уж больно безобидный. Дала медведица Иванушке Лукошка, Приказывает, Пойди-ка набери Малины лесной, Детишки проснутся, Я их вкусненьким угощу. Ладно, Это я могу, Сказал Иванушка. А вы дверь постерегите. Пошел Иванушка В лесной малинник, Набрал малины Полная лукошка. Сам досыта наелся, Идет назад к медведям И поет во все горло. Эх, как неловкий, Божьи коровки, То ли дело муравьи, Или ящерицы. Пришел в берлогу, Кричит, Вот она, малина! Медвежата подбежали К лукошку, Рчат, Толкают друг друга, Кувыркаются, Очень рады. А Иванушка, Иванушка, Глядя на них, Говорит, Эх, ма, Жаль, что я не медведь, А то у меня дети были бы. Медведь с женой хохочет. Ой, Батюшки мои, Рычит медведь, Да с ним жить нельзя, Со смеху помрешь. Вот что, Говорит Иванушка, Вы тут постерегите дверь, А я пойду ребятишек искать, Не то хозяин задаст мне. А медведица просит мужа, Миша, Ты бы помог ему. Надо помочь, Согласился медведь, Уж очень он смешной. Пошел медведь с Иванушкой Лесными тропами. Идут, Разговаривают по-приятельски. Ну и глупый же ты, Удивляется медведь. А Иванушка спрашивает его, А ты умный? Я-то не знаю. И я не знаю. Ты злой? Нет, зачем? А по-моему, Кто зол, Тот и глуп. Я вот тоже не злой. Стало быть, Оба мы с тобой не дураки будем. Ишь ты, Как вывел! Удивился медведь. Вдруг видят, Сидят под кустом, Двое детей. Уснули. Медведь спрашивает, Это твои, что ли? Не знаю, Говорит Иванушка. Надо спросить. Мои есть хотели? Разбудили детей, Спрашивают. Хотите есть? Те кричат. Давно хотим. Ну, Сказал Иванушка, Значит, Это и есть мои. Теперь я поведу их в деревню. А ты, дядя, Принеси, пожалуйста, дверь, А то самому мне некогда, Мне еще надо б на Похлебку варить. Уж ладно, Сказал медведь. Принесу. Идет Иванушка сзади детей, Смотрит за ними, Как ему приказано, А сам поет. Эх, Вот так чудеса, Жуки ловят зайца, Под кустом сидит лиса, Очень удивляется. Пришел в избу, А уж хозяева из города Воротились. Посреди избы Кадушка стоит, Доверху водой налита, Картошкой насыпана, Да мукой. Детей нет, Дверь тоже пропала. Сели они на лавку И плачут горько. О чем плачете? Спросил Иванушка. Тут увидали они детей, Обрадовались, Обнимают их. А Иванушку спрашивают, Это чего ты наделал? Похлебку. Да разве так надо? А я почему знаю, Как? А дверь куда девалась? Сейчас ее принесут. Вот она. Выглянули хозяева в окно, А по улице идет медведь, Дверь тащит, Народ от него Во все стороны бежит. На крыши лезут, На деревья. Собаки испугались, Завязли со страху В плетнях, Под воротами. Только один рыжий петух Храбро стоит Среди улицы И кричит на медведя. И кричит на медведя, Кину в реку! Конец. Вот такая забавная история Про Иванушку-дурачка. До скорой встречи! Тебя уже ждут новые истории. Проходи, смотри И слушай. По рассказу Ивана Сергеевича Тургенева Му-му В одной из отдаленных улиц Москвы В сером доме Жила барыня, Вдова, Окруженная многочисленной дворней. Она уединенно доживала Последние годы Своей старости. Из всей ее челяди Самым замечательным лицом Был дворник Герасим, Глухонемой от рождения. Барыня взяла его Москву из деревни И определила дворником. Крепко не полюбилась Герасиму сначала Его новое житье. С детства привык он К полевым работам, К деревенскому быту. Переселенный в город, Он скучал И недоумевал. Занятие Герасима По новой его должности Казались ему шуткой После тяжких крестьянских работ. В полчаса все у него было готово, А он то останавливался Посреди двора И глядел на всех проходящих. То вдруг уходил Куда-нибудь в уголок И далеко отшвырнув Метлу и лопату Бросался на землю лицом И целые часы Лежал на груди Неподвижно, Как пойманный зверь. Наконец, Герасим привык К городскому житью. Дел у него было немного, И он усердно Исполнял свои обязанности. Ему отвели Над кухней коморку. Он устроил ее себе сам По своему вкусу. Коморка запиралась На замок. Он не любил, Чтобы к нему ходили. Так прошел год. Однажды Герасим Шел вдоль реки И глядел на воду. У самого берега, В тине, Он увидел щенка, Который никак не мог Вылезти из воды. Герасим поглядел На несчастную собачонку, Подхватил ее одной рукой, Сунул к себе в пазуху И пустился Большими шагами домой. Он уложил Спасенного щенка На кровать, Прикрыл его Своим тяжелым армяком, Пошел сперва На конюшню За соломой, А потом в кухню За чашкой молока. Собачке было всего Недели три. Она еще не умела пить. Герасим пригнул Мордочку собачки К молоку, И она вдруг Начала пить С жадностью, Фыркая, Трясясь И захлебываясь. Герасим глядел, Глядел, Да как засмеется. Всю ночь он возился с ней, Укладывал ее, Обтирал И заснул Наконец сам Возле нее Каким-то радостным И тихим сном. Месяцев через восемь питомица Герасима Муму превратилась в очень ладную собаку испанской породы. Она страстно привязалась к Герасиму, и он тоже любил ее без памяти. Она его будила по утрам, дергая за полу Армяка, отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпуская к его коморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой коморке она была полной хозяйкой, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом вскакивала на кровать. В господский дом Муму не ходила. Когда Герасим носил в комнаты дрова, она всегда оставалась у крыльца и выжидала его возвращения. В один прекрасный летний день барыня подошла к окну и увидела Муму. «Боже мой!» воскликнула она. «Что за собака?» «Она примиленькая! Велите ее привезти!» Лакей Степан бросился сломя голову в палисадник и хотел было схватить Муму, но она опустилась во все лопатки к Герасиму. Степан поспешно растолковал Герасиму знаками, что барыня требует собаку к себе. Герасим подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес Муму в гостиную. Барыня начала ласковым голосом подзывать ее к себе, но Муму тоскливо оглядывалась кругом, не трогаясь с места. Барыня хотела погладить собачку, но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. «Скверная собачонка!» проговорила барыня. «Отнесите ее вон!» «Скажи, пожалуйста!» сказала барыня на другое утро своему дворецкому Гавриле. «Кто позволил немому собаку у меня на дворе держать? И на что немому собака?» «Чтобы ее сегодня же здесь не было!» Степан, улучив удобное мгновение, когда Герасим оставил Муму у крыльца и понес в дом дрова, бросился на Муму, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку. Выбежал во двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Так он скоро отыскал покупщика, которому уступил собаку за полкинник, с тем только, чтобы он по крайней мере неделю продержал ее на привязи. Выйдя из дому, Герасим сейчас же схватил Муму, стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Пропала. Тогда Герасим побежал со двора долой. Настала ночь. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, лежал Герасим. И вдруг почувствовал, что кто-то его дергает за полой армяка. Он вскочил. Перед ним с обрывком на шее вертелась Муму. Протяжный крик радостно вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму и стиснул ее в объятиях. Весь день оставлял Герасим Муму в коморке. А ночью вышел погулять с ней. Вдруг за забором раздался шорох. Муму зарычала и залилась громким пронзительным лаем. Внезапный лай разбудил барыню. — Девки, девки! — простонала она. — Ох! Умираю! Опять эта собака! Ох! Пошлите за доктором! Они меня убить хотят! Герасим обернулся, увидел замелькавшие огни и тени в окнах и, почуяв сердцем беду, схватил Муму, бежал в коморку и заперся. Через несколько мгновений пять человек ломились в дверь. — Отвори! — кричал Гаврила. Вдруг дверь коморки распахнулась. Герасим неподвижно стоял на пороге. Он смотрел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока. Возле него стояла Муму. Гаврила сделал шаг вперед и начал объяснять Герасиму знаками, что барыня непременно требует его собаку. — Подавай, мол, ее сейчас, а то беда будет тебе! Герасим посмотрел на Гаврилу и потом, указав на Муму, сделал знак удушия над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берется уничтожить Муму. Спустя час после этой тревоги дверь коморки растворилась и показался Герасим. на нем был праздничный кафтан, он вел Муму на веревочке. Герасим вошел в трактир, он спросил щей с мясом, накрошил туда хлеба и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть. Герасим долго глядел на нее, две тяжелые слезы выкатились у него из глаз. Герасим отправился к крымскому броду. По дороге он зашел на двор дома и вынес оттуда два кирпича под мышкой. Герасим все греб и греб, потом он бросил весла, при ней головой к Муму и остался неподвижным, скрестив могучие руки у нее на спине. Наконец Герасим выпрямился, поспешно окутал веревкой кирпичи, приделал петлю и надел ее на шею Муму. Она доверчив и без страха поглядела на него. Подняв Муму над рекой, он отвернулся, зажмурил глаза и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни визга падающей Муму, ни всплеска воды. Когда он снова раскрыл глаза, только далеко позади разбегались какие-то круги. По шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан. Герасим — это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню. Конец Дорогой друг, если когда-нибудь ты выбрал себе друга из братьев наших меньших, сохрани эту дружбу до конца своей жизни и до конца дней своего друга. Береги и оберегай. Ведь только ты всегда берешь ответственность за жизнь более слабого в этом мире. По сказке Вильгельма Гауфа «Маленький Мук» После смерти отца маленький Мук остался один. Родственники выгнали его из дома и сказали «Иди по свету! Может, и найдешь свое счастье!» И Мук без копейки в кармане пошел, куда глаза глядят. Только на третий день мальчик пришел в большой красивый город. Широкие улицы его были полны народа, но никто не открыл двери перед голодным муком. Он уныло брел по улице, когда вдруг распахнулось окно высокого дома, и какая-то старуха закричала «Сюда! Сюда! Готова еда! Стол накрыт, чтобы каждый был сыт!» И сейчас же в открытую дверь устремилось множество кошек и собак. Мук подумал-подумал и тоже пошел за ними. «Что тебе нужно?» – спросила старуха. «Ты звала обедать?» – сказал Мук. «А я очень голоден!» Старуха рассмеялась. «Я варю обед только для моих милых кошек и собак!» «Накорми уж и меня!» – попросил Мук. Старуха накормила Мука и предложила остаться у нее ухаживать за кошками. Мук согласился. Поначалу ему жилось неплохо. Работа была нетрудная, а кормили сытно. Но случилась беда. Как-то, когда старухи не было дома, Мук нечаянно разбил хрустальный кувшин. Он испугался, что старуха изобьет его до полусмерти и решил бежать. Но башмаки его совсем развалились. Тогда Мук схватил лежавшие на полу туфли и трость и бросился из дома на улицу. Он мчался, пока не выбежал в поле. Тут Мук решил немного отдохнуть, но почувствовал, что не может остановиться. Мальчик уже совсем выбился из сил. Туфли сразу остановились, и бедный мальчик со всего маху упал на землю. Утомленный, он тут же уснул. И приснился ему удивительный сон. Пришла к нему одна из собачонок старухи и сказала, «Мук, ты еще не знаешь, какие у тебя чудесные туфли. Стоит тебе три раза повернуться на каблуке, и они перенесут тебя туда, куда ты захочешь. А трость поможет искать клады». Проснувшись, Мук сразу захотел проверить сон. Едва он успел три раза повернуться на каблуке и сказать, «Перенесите меня в соседний город!» Как туфли помчали его по облакам. Опустился он около дворца короля и решил наняться к нему в гонцы. «Куда тебе, малыш?» Засмеялся привратник. «Господин начальник, я умею бегать быстрее всякого скорохода!» Рассказали королю про диковинного мальчика. Король захотел повеселиться и приказал устроить состязание скороходов на большом лугу. Когда король с королевой сели на свои места, маленький мук вышел на середину луга и отвесил поклон. Со всех сторон раздался громкий хохот. Но мук нисколько не смутился. Он стоял с гордым видом и ждал начала состязания. Соперник мука, лучший королевский бегун, с презрением посматривал на него. «Раз, два, три!» Оба бегуна сорвались с места. Сначала скороход обогнал мука, но вскоре мук настиг и опередил его. Мук уже давно был на месте, а королевский скороход все еще бежал. Король захлопал в ладоши и все закричали. «Да здравствует победитель, маленький мук!» Мука подвели к королю. «О, король! Я сейчас показал только часть моего искусства! Возьми меня на службу!» Король согласился и назначил его своим личным скороходом. Королевские слуги были недовольны этим. Они то и дело наговаривали на мука, однако король и слушать не хотел их. Он постоянно посылал мука с самыми важными поручениями. Мука огорчала, что придворные так завидуют ему, и мальчик хотел как-нибудь задобрить их. Он слышал, что покойный отец короля закопал в саду свои сокровища. Но никто не знает где. Вот бы найти их. Целыми днями ходил мук по саду с тростью и искал золото старого короля. И вот однажды вечером в отдаленном углу сада трость вдруг три раза ударила о землю. Долго трудился мук, прежде чем заступ стукнул обо что-то твердое. Это был горшок, полный золотыми монетами. — Теперь мои враги меня полюбят! — с радостью думал мальчик, запихивая в карманы золото. Однако золото не принесло счастья муку. Щедро одаривал он придворных, но они стали завидовать ему еще больше и решили погубить мука. Рассказали они королю, что у маленького мука появилось много золота. Тогда король приказал сыщикам проследить, откуда мук достает деньги. На беду у мука как раз в этот день вышло все золото, и он пришел к своей сокровищнице пополнить запасы. Здесь и поймали его сыщики. Мука заточили в башню, а королю доложили, что застали маленького мука тогда, когда он зарывал золото, украденное в царской казне. Рассверепел король и велел казнить мука. Прикованный к стене мук думал, как ему спастись. Открывать королю тайну не хотелось, ведь он сейчас же отнимет трость, а другого выхода не было. Он попросил короля выслушать его и рассказал про волшебную трость. — Ваше величество, — сказал маленький мук, — обещайте мне пощаду. Убедившись, что трость действительно находит золото, король сказал. — Я обещал не убивать тебя, но ты будешь сидеть в башне, пока не скажешь, отчего ты так быстро бегаешь. Пришлось муку рассказать и про туфли. Но самого главного, как их остановить, он не сказал. Словно бешеный мчался король по саду. Напрасно хватался за кусты и деревья. Туфли тащили его вперед. Наконец он упал на землю. — Так вот, как ты обращаешься со своим королем, — в ярости закричал король. — Я обещал тебе свободу. Но если ты сейчас же не уберешься отсюда, пощады не жди. А туфли и трость я возьму себе. Мук был такой же бедный и несчастный, как и прежде. Проклиная судьбу, он забрел в густой лес. Проголодавшись, мальчик сорвал несколько винных ягод и с удовольствием их съел. Потом ему захотелось пить. Но что это? Из пруда на него смотрела огромная голова с ослинными ушами и придлинным носом. Мук в ужасе схватился за уши, и они их, правда, были, как у осла. Ощупывая уши, он долго ходил по деревьям и, наконец, опять проголодался. Тогда он снова поел винных ягод, но уже с другого дерева. И вдруг почувствовал, что нос и уши стали уменьшаться. Мук понял, какое ему опять привалило счастье. Он нарвал с каждого дерева ягод и отправился в страну жестокого короля. Переодевшись, чтобы никто его не узнал, Мук взял ягоды с первого дерева и пришел во дворец. «Вот подходящее лакомство для короля!» обрадовался главный повар. Жадный король только по одной ягоде раздал своим гостям. Остальные стал есть сам. «Отец, что с твоими ушами?» Закричала принцесса. Уши у короля стали как у осла, а нос вытянулся до подбородка. То же случилось и с придворными. Доктора прописывали королю разные лекарства, но они не помогали. Мук, выждав время, опять переоделся, взял ягоды со второго дерева и, явившись во дворец, заявил, что может вылечить короля. Сначала ему не поверили. Тогда Мук предложил одному принцу попробовать его лечение. Принц съел несколько ягод и мигом вылечился. Придворные толпой бросились к чудесному доктору. Король повел Мука в свою сокровищницу и сказал, «Вот мои богатства! Бери, что хочешь, только вылечи меня!» Мук сразу заметил в углу свои волшебные туфли и трость. Он надел туфли, схватил трость и закричал, «Злой король! Так-то ты отплатил мне за верную службу! Оставайся же на всю жизнь уродцем!» Мук повернулся три раза на каблуке и, прежде чем король успел сказать хоть слово, «Исчез!» Конец! Вот так вот случается с теми, кто обижает бедных и осиротевших! Ахмедхан Абу-Бакар Ахмедхан Абу-Бакар Даргинец Родился и вырос на Кавказе в горном ауле Кубачи. Он написал много хороших книг о своем крае, о своих земляках, которые ты, дорогой друг, прочтешь, когда будешь постарше. И, конечно, очень много интересных рассказов для детей, один из которых я тебе сейчас прочту и покажу. На белой шубе старухи зимы теплое солнце разрисовало весенние картины. Луга и башни окрасились в зеленый цвет, зажурчала, запрыгала по каменистому дну речка. Зимнюю тишину нарушили прилетевшие птицы. В самый разгар весны, когда цветут альпийские луга, и будто тысячи радуг, разбросанных вокруг, золотятся радодендроны. Чабаны со своими атарами перебираются с зимних пастбищ в Ногайских степях на летние, в родные горы. Сегодня шла последняя атара. Чабаном в ней дедушка Хабибулла. Да-да, тот самый, который вот уже семьдесят лет перегоняет атары туда и обратно. На горном перевале, близ родного аула, дедушку встретили его внуки Хадиджа, Хасан и Хусейн. Каждый раз, возвращаясь с пастбищ, дедушка Хабибулла приносил им гостиниц. На этот раз он принес самоделки из сыра, собаку, барашка и козлика. Чабаны, мастера делать эти съедобные игрушки. Жаль только, что такие вкусные игрушки просто сами лезут в рот. И у братьев-близнецов, Хасана и Хусейна, скоро остались от них рожки да ножки. А Хадиджа долго крепилась и, на удивление, братьям не ела свою собаку. Ребята поговорили с дедушкой, проводили его до перевала и повернули назад. По дороге домой они собирали ягоды. Вдруг у камнепада в кустах дикой мушмулы услыхали жалобные блинии козленка. Дети насторожились, откуда тут взяться козленку, ведь поблизости нет ни одной отары. Тихо подкрались, раздвинули кусты. Под небольшим обрывом среди камней лежал беспомощный и жалкий малыш-козленок. Он попытался вскочить и убежать, да ноги не удержали его, и козленок снова свалился. — Бедный, наверное, с этой скалы упал, — проговорила Хадиджа. — Интересно, чей он? — Может, дедушкин? — Надо бы спросить, — сказал Хасан. — Дедушка уже далеко. Давайте лучше отнесем козленка домой. У него, кажется, ножки сломаны, — решила Хадиджа. Козленок оказался тяжелым, несли его по очереди. Малыш сначала испугался, но потом успокоился. Ребята ведь ничего плохого ему не делали, даже травку давали. Запыхавшись, они притащили козленка в аул, прямо в больницу. За столом в кабинете сидел строгий человек в очках. Не поднимая головы, он спросил. — Фамилия? — Дети растерялись. Какая может быть фамилия у козленка? Козленок заблеял. Врач поднял голову. — Это еще что такое? — спросил он. — Это козленок, доктор, — проговорила Хадиджа. — Вижу, что козленок, но здесь ведь не ветеринарная лечебница. — Ну да ладно, раз уж пришли, рассказывайте, что случилось с вашим козленком. Он не наш, мы его нашли, там, в камнях. Нашли? Ясное дело. Ножки вывихнул, маленький еще, а захотел прыгать. Но ничего, сейчас мы его подлечим. Дети поняли, что доктор вовсе не строгий. — А ему больно будет? — спросил Хасан. — Немножко, но потом станет легче. Доктор потрогал задние ножки козленка. Козленок сначала молчал, а потом жалобно заблеял. — Ну, кажется, все в порядке, — улыбнулся доктор. — Ножки вправил. Теперь только ухаживайте за своим питомцем. Хорошенько. — А ходить он будет? — спросил Хусей. — Еще как! Скоро вы его и догнать не сможете. Ребята устроили больного козленка во дворе у Хадижи, около собачьей конуры. Немало прошло дней, месяц в небе и помолодел, и постарел. Козленок поправился, стал резвым и веселым. Он так привык к ребятам, что без них скучал и все звал играть. Раньше у него только уши торчали на макушке, а теперь начали пробиваться рога. И дети прозвали его Козерогом. Он все норовил бодаться и делал это очень смешно. Словом, озорной козленок. И очень дружно живет с детьми, ни на шаг от них. Не раз козленок мирил ребят. А ссорились они часто, и по поводу, и без повода. Козленок увидит, что они дуются друг на друга. Начнет такие номера выделывать, прямо как в цирке. Дети невольно расхохочутся. От смеха до примирения, как известно, один шаг. Ребята в таких случаях оказывались особенно щедрыми. И каких только лакомств не приносили своему подопечному. А собака, которая раньше одна получала все это, косо поглядывала на непрошенного соседа. Хасан однажды принес козленку пирог с мясом. И смеялись же над ним Хадижа с Хусейном. А еще говорил, что лучше всех все про животных знает. Козленок, конечно, пирога есть не стал. А Хасан только краснел от досады. Так шли дни за днями, недели за неделями. Дыни поспели, спала жара. Вырос окреп козленок, выросли и его рога. Теперь он даже глядеть не хотел на соседку-собаку. Незаметно наступила осень. Пора, когда чабаны снимаются с летних пастбищ и угоняют атары на зимние. Потекла между каменными глыбами и атара дедушки Хабибулы. Провожать чабанов вышел весь аул. А дедушку, конечно, провожали внуки. С ними был и козерок. Рассказали ребята дедушке, как нашли козленка, как растили. А я-то все думал, куда делся этот козленок? Обрадовался дедушка. Какие же вы у меня молодцы! Ну, гоните его в атару! Нам очень жалко с ним расставаться, сказали дети. Что поделаешь! В следующем году дадим вам другого на воспитании! Утешал дедушка, подгоняя козленка в атару. Но козленок отчаянно упирался. Его пугали большие, свирепые, длиннорогие козлы, что шли с атарой. Они были такие грозные, лохматые. Козленок рвался обратно к друзьям. Ребята чуть не плакали. Он так жалобно смотрел на них, будто упрекал. «Зачем, мол, гоните? Я же вас люблю! И ни в чем перед вами не провинился!» Дедушка Хабиб была, подумал, подумал и сказал. «А знаете что? Пусть козленок остается с вами и на зиму. Только следите за ним в оба глаза. К весне станет большой. Тогда я и заберу его». «Спасибо, дедушка, спасибо!» На перебой благодарили дети. «Мы будем следить за ним!» И радость их словно передалась козленку. «Он запрыгал, зарезвился!» С тех пор прошло три года. Ребята давно уже учатся в школе. Этой весной, встречая дедушку, они увидели впереди атары могучего рыжего козла с огромными рогами. Это был их козерог. Он степенно, как подобает вожаку атары, шел за дедушкой. И вдруг заметил ребят. И, представьте, узнал. Хотел было подбежать, но вовремя спохватился. Он ведь уже не маленький. Ему доверена атара. Не покидать же из-за друзей такой важный пост. Атара может разбрестись, и дедушка рассердится. Козерог прошел мимо, и дети поняли его и простили старому другу кажущиеся высокомерие. К тому же они теперь не так грустили. С ними уже был другой козленок. Конец. Вот такая забавная история о дружбе детей и козленка. До скорых встреч, добрый друг! Следующие истории уже ждут тебя. Смотри дальше! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...